друзья всем привет в этом видео покажу как можно сделать трансляцию изображения своего смартфона сяоми на монитор компьютера либо дисплей ноутбука и при помощи этой функции можно транслировать фотографии на большой дисплей транслировать видео поиграть в игры транслировать рабочий стол либо транслировать просто музыку сейчас расскажу что для этого понадобится как настроить и расскажу о возможностях и так чтобы это все работало нам понадобится смартфон сяоми редми либо пока на оболочке милай 12 нами 11 тоже эта функция работала далее ноутбук либо компьютер чтобы был с вай фай модулем а также чтобы была установлена операционная система windows 10 и чтобы телефон и ноутбук либо компьютер были подключены к одной сети имеется ввиду к одному роутеру маршрутизатору давайте посмотрим какие настройки на самом компьютере на рабочем столе на пустой области кликаю правой кнопкой мыши в контекстном меню интересует пункт параметры экрана и далее в левом блоке меня интересует опция проецирования на компьютер и справа у меня отображаются настройки обратите внимание что у меня здесь отображается предупреждение что на этом устройстве могут быть проблемы с отображением по хорошему этого сообщения не должно быть у меня просто старая сетевая карта которая не поддерживает все технологии но я уже предварительно тестировал все равно работает поэтому если вдруг не работает то возможно проблема вай фай адаптере возможно он устарел и не поддерживает новых технологий давайте посмотрим какие есть опции доступно везде в защищенных сетях доступно просто везде и всегда отключено если установить всегда отключено то трансляция работать не будет я выставлю доступно везде в защищенных сетях следующий параметр запрос проецирования на этот компьютер если установлена при каждом подключении то тогда на компьютере нужно будет каждый раз при подключении делать подтверждение если выбрать только в первый раз то при первом подключении необходимо будет подтвердить на компьютере но при следующей трансляции подтверждать уже не нужно и также для подключение можно задать пин-код. При подключении будет отображаться пин-код на компьютере, который нужно будет вводить в телефоне, чтобы пошла трансляция. Я сейчас что протестировать, сделаю без пин-кода. Никогда выставлю. Ну и следующий параметр. Этот компьютер можно обнаружить для проецирования только когда он подключен к источнику питания. Это актуально для ноутбуков. И ниже отображается имя компьютера, которое мы будем искать в телефоне. У меня вот PC. Так, по настройкам на компьютере мы посмотрели, какие опции есть. Давайте покажу, как подключиться. Беру смартфон Xiaomi. Я покажу на примере оболочки MIUI 12. На оболочке MIUI 11 это тоже работало. Опускаю шторку вниз, свайпаю вправо и интересует пункт «Трансляция». Зажимаю и удерживаю до тех пор, пока не перейду в расширенные настройки. Далее включаю первую опцию «Трансляция». И происходит поиск устройства поблизости. И вот он, у меня нашелся PC. Мой компьютер. Нажимаю на найденное устройство PC. И происходит трансляция изображения на монитор. Все, можно сворачивать. И как мы видим, у меня пошла трансляция рабочего стола. И давайте покажу, какие есть интересные опции трансляции. Вверху слева у меня отображается монитор. Нажимаю на него. Первоначально установлена опция «Скрывать личные объекты». Что это имеется в виду? Это если приходят уведомления, я могу их смотреть на самом телефоне, а на дисплей, на который транслирую, они не отображаются. Вот даже шторку опускаю вниз. На дисплей смартфона она отображается, а на дисплее компьютера не отображается. То есть для презентации этот режим будет оптимальный, чтобы не отвлекаться на уведомления. Если же я отключаю эту опцию, то вот у меня и шторка отображается, и будут приходить уведомления на тот дисплей, на который проецирую. Следующая опция «С выключенным экраном». Экран на смартфоне у меня гаснет, но трансляция на монитор продолжает идти. Это можно применить, допустим, смотрим видео и зачем, чтобы оно транслировалось еще и на дисплее смартфона. Таким образом, у нас дисплей не работает, а только идет трансляция на внешний экран. Тем самым мы экономим заряд батареи смартфона. И следующая опция «Свернуть окно». Допустим, открываю какое-то видео. Давайте, допустим, на YouTube. Все, YouTube у меня свернулся. Видео транслируется на монитор компьютера. На экране смартфона из видео у меня лишь вот такая вот стрелочка. Я могу параллельно трансляции на смартфоне работать, то есть общаться в мессенджере или какими-то приложениями пользоваться. Но когда мне необходимо вернуться в обычный режим, нажимаю на стрелочку, после на миниатюру и разворачиваю видео на весь экран смартфона. И вот таким вот образом можно делать очень легко трансляцию на компьютер либо ноутбук. А, и да, звук транслируется на колонке компьютера. Таким образом, можно запустить музыкальный плеер и слушать музыку на компьютере с телефона. Как остановить трансляцию? Опять вверху слева нажимаю на монитор и нажимаю кнопку «Остановить». Трансляция завершается вот таким вот образом. На этом, друзья, у меня все. На канале, кстати, есть видео, как транслировать изображение со смартфона на телевизор. Кому интересно, ссылочка будет в подсказке, а также в описании. Если видео было полезно, поддержите меня лайком. Всем пока, до встречи в новых видео.